Девушки отдыхают Москва, улица Удальцова, дом 22 Здесь, в скромной трехкомнатной квартире, прожил последние годы человек, которого прочили в преемнике генерального секретаря ЦК КПСС Но об этом знали немногие Его имя станет известно всей стране по громкому уголовному делу, по трясшему Краснодарский край, который он возглавлял Десятки арестованных крупных чиновников Несколько таинственных смертей Не помогли ни связи, ни высокопоставленные друзья Его обвинят в получении крупных взяток и хищениях Но был ли виноват во всех этих смертных грехах Сергей Медунов? Во мне видели человека, который может кое-кому на пятки наступить Кое-кого заменить И меня не только, как говорят, признавали, а и боялись Интересно, кого это он собирался заменить? Кинохроника страны, ушедшей в историю Куранты Кремля отсчитывают последние месяцы эпохи Леонида Брежнева 23 февраля 81 года Открытие 26 съезда КПСС Особое внимание на таких съездах уделялось демонстрации нерушимого единства партии Но в реальности, скрытой от камер, все было иначе Престарелый вождь стремительно терял не только здоровье, но и рычаги управления государственной машиной И его ближайшие соратники-консерваторы, по главе с Константином Черненко Активно готовились к предстоящей схватке за власть Юрий Андропов, опиравшийся на Комитет Госбезопасности Возглавил вторую, практически равную по влиянию группировку Группировку сторонников перемен Среди консерваторов наиболее влиятельными считались Суслов, Тихонов, Пельшин Андропова активно поддерживал Михаил Горбачев Сегодня еще глубже воспринимается известная ленинская формула Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи Ожесточенное столкновение этих группировок было неизбежно Более того, оно уже началось Одной из ключевых и, как казалось тогда, уязвимых фигур брежневской группировки Был Сергей Медунов Имя героя социалистического труда Медунова Нисходило с газетных полос, кино и телеэкранов страны Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев Поздравил с трудовой победой трудящийся Краснодарского края В завершающем году десятой пятилетки они собрали более миллиона тонн риса В Краснодаре на торжественном митинге, посвященном приветствию Леонида Ильича Брежнева Член ЦК КПСС, первый секретарь крайкома партии Медунов Выразил благодарность товарищу Брежневу за высокую оценку труда рисовода в Кубани И сказал, что миллион тонн кубанского риса Подарок тружеников края 26-му съезду КБСС Да не было, не было никогда этого миллиона тонн риса Но видимо так хотелось его собрать, что об этом громко заявили на всю страну К тому же рис оказался очень плохого качества И самое главное, создание рисовых полей загубило плодородную землю Которая давала ценные урожаи твердых сортов пшеницы Но все это было потом А тогда нужен был рекорд И его сделали В те годы в стране любили масштабы и рекорды Проблемы росли, но страна громко рапортовала о достижениях О досрочном выполнении планов О выигранных битвах за урожай Красивая отчетность стала приоритетом в партийной работе И в центре показывали так Почему Медунов может, а вы не можете И на этом фоне появилось много завистников Сергей Медунов родился в 1915 году В семье железнодорожника Окончил агропедтехнику Работал в школе Был призван в армию Прошел всю войну На фронте вступил в партию Идеальная биография для высокого партийного руководителя Это отец и мать в период их знакомства Когда отец был директором школы Она учительница была Он был строгий Вот если одним словом сказать Он был строгий Но строгий не до того, чтобы Ну как бы запугивать нас или что-то Мы просто чувствовали его ауру Как бы Что здесь Ну Какие-то, может быть, шалости Они будут восприняты строгим взглядом У Медунова было двое детей Владимир старше Обоих он очень любил Он вообще считался хорошим семьянином С 1947 года Медунов на партийной работе Сначала в Крыму Первый секретарь Ялкинского горкома Потом в Сочи В 1973 году Медунов стал во главе партийной организации Всего Краснодарского края Разрешите мне По поручению бюро Краевого комитета партии И крайне с полкома Сердечно Приветствовать вас Он чувствовал себя уверенно На любой высокой трибуне И в собственном кабинете Позвонили, да еще и поцеловали Да, многие хотели с ним дружить Потому что главным в огромном хозяйстве Медунова Была не высококачественная пшеница И не приазовские плавные засеянные риса Не мясо, молоко, помидоры и виноград Главным были курорты Раскинувшиеся по всей прибережной полосе Краснодарского края И особенно Сочи Всесоюзная здравница Это сегодня можно поехать в Турцию или Египет А тогда Большинство граждан отдыхало именно здесь Вся страна гостила у Медунова Сочи был форпостом Летней столицей страны Советов И сегодня многие россияне Выбирают для отдыха краснодарские курорты Вилиджик, Анапу, Туапсе Ну а в первую очередь Будущую столицу Зимней Олимпиады Город Сочи Со мною Ты рядом со мной А чего у нас в поселке У девчат Переболок Кто их поднял с базарана И сегодня на сочинских пляжах В разгар сезона Аншлаг А тогда Просто яблоку негде было упасть Впрочем, тогда и страна была побольше И за границей подальше Сочи отдыхали по-разному Помимо миллионов трудящихся Здесь отдыхала и вся партийно-государственная элита Для нее существовали отдельные коттеджи Огромные пляжи И разумеется, к ней было совершенно особое отношение Словно две стороны медали Для одних переполненные городские пляжи И вечерние пляски в дешевых кафе Ну а для других Спецобслуживание и шикарные рестораны С оплаченным культурным отдыхом Одни выпивали и перекусывали где придется И как придется И этим были довольны Других здесь принимали Как дорогих гостей Ведь им нужно было восстанавливать Силы, потраченные на партийно-хозяйственной работе Что представлялось невозможным Без усиленного питания И положительного настроения А это все обеспечилось местным руководством Во главе с Медуновым Точно так же, как и щедрые краснодарские подарки К многочисленным датам и праздникам Бесконечные бутылки, бесконечные закуски Все это поставлялось снизу на самый верх Эти коробки, эти корзиночки Они делались по поручениям Вышестоящих партийных и советских работников Сочинскими работниками партийных и советских органов Работниками предприятий торговли, общественного питания Все это формировалось Это целый ритуал же был Как собрать эту коробку Что в нее должно входить Кому, какого ранга Что должно было быть преподнесено Такие подарки, даже по заниженным ценам Стоили тогда до 200 и больше рублей По тем временам это была Месячная зарплата доктора наук Или главного инженера строительного управления Спрашивать, откуда берется все это изобилие Было не принято Как и о том, кто оплачивает Эти многочисленные обильные застолья Все эти приемы были сродни припискам Они были как рапорт руководства Все у нас идет хорошо В ресторанах, в саунах Они крепили дружбу по принципу Ты мне, я тебе Существовала только одна проблема Для укрепления этой дружбы Постоянно требовались деньги Для их получения создавалась система поборов Особенно она была развита на черноморских курортах Этот очерк в литературной газете Рассказывает о событиях конца 70-х годов в Сочи Главный герой публикации Вячеслав Воронков Председатель горосполкома По нынешнему мэр города Сочи Вот он В центре на фотографии В этой статье Воронков будет объявлен Главным взяточником страны А все началось с ареста Арсена Пруидзе Директора сочинского магазина «Океан» Он был фигурантом крупного уголовного дела Связанного с Министерством рыбного хозяйства И контрабандой черной икры Но его показатели Он заявил, что регулярно передавал в горосполком деньги Воронкову А когда выяснилось, что Воронков получал взятки и от других работников торговли Расследованием занялась генеральная прокуратура СССР Поручили мне надзор вести за расследованием уголовного дела «Океан» оно называлось Арестовали мы уже шесть человек из этой группы Директоров магазинов крупных После этого, когда решился вопрос об аресте Воронкова Через неделю или две с меня потребовали объяснения В то время судьба номенклатурных работников решалась не следственными органами А высокими партийными начальниками И все-таки, несмотря на их сопротивление Воронков был арестован В нашем фильме принимает участие человек Хорошо знающий все нюансы сочинского дела Это следователь по особо важным делам генпрокуратуры СССР Владимир Калиниченко Вот уже тогда напрямую туда вошла генеральная прокуратура Продурассер в лице покойного моего товарища Георгия Александровича Афенбаха Который заканчивал дело Воронкова И вот эти вот аресты А потом последующая смерть Воронцова Председателя Хосинского исполкома Которого допросил Афенбах по делу В качестве свидетелей Который, испугавшись, пересовал своим воображением то, чего не было Покончил с собой, мотався по электрическими проводами Вот с этого момента Медунов, как первый секретарь Грубо говоря, закусил у дела И объявил войну прокуратуре СССР Конкретно Найденов Виктор Найденов 75-го года заместитель генерального прокурора СССР И активный сторонник Андропова Найденов занимался реализацией оперативных материалов КГБ Лично контролировал сочинское дело, составившее десятки томов По сути, оно начиналось с мелочи С банкетов, на которые тратились огромные деньги Конечно, для приема гостей из Вьетнама или Финляндии Официально выделялись средства Но чтобы принять даже таких известных людей Как Михаил Шолохов Василий Меркурьев Анна Герман Или Иван Козловский, которого обожал Медунов Деньги приходилось изыскивать И в Сочи на отдыхе Медунов часто просил певца Исполнить именно эту арию Он ее любил Ну а что, в Сочи было принято по-особому встречать начальство? А я не буду скрывать, было Чиновник выезжает из Москвы А подчиненные ему Организации В Сочи В Краснодарском крае вообще У нас не только курорт Сочи Имеют свои предприятия И прочее, и прочее Так он еще не выехал из Москвы А вонь о его приезде Уже распространяется по краю Там ему уже все готовят Но за каждым не уследишь Признавая эти факты Медунов все-таки брал под свою защиту людей Которые создали систему регулярных поборов Потому что это были свои люди И в борьбе с генпрокуратурой Он знал, на кого опереться Почти все первые лица государства Бывали его гостями Суслов, Косыгин Брежнев Брежнев старался потушить разгорающийся скандал По поручению генерального секретаря В Сочи выехал его зять Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Чурбанов Он надеялся примирить противоборствующие стороны Нашли и повод для встречи Медунова и Найденова Им стало специально организованное совещание Руководителей милиции курортных городов страны Такое совещание состоялось В памяти которого у меня осталась фотография На которой на живописном снимке На первом плане стоит Обаятельный Чурбанов Медунов со звездой героя Царстического труда И где-то сзади на общем плане Полоборота Стоит Виктор Алексеевич Найденов После совещания Медунов и Чурбанов уехали на дачу На банкет В узком круге лиц Найденову работники милиции Сказали Что есть наметки Его напоить Инициировать его задержание Пьяным И последующие скредитации Узнав об этом Найденов немедленно покидает территорию Краснодарского края Его вывезут чекисты На машине в Абхазию В Сухуми А оттуда на самолете в Москву Организовал эту операцию Генерал КГБ Удилов Неожиданное бегство Найденова в Москву и Сочи Послужило поводом Для обострения отношений И тут Медунов Перехватывает инициативу Пользуясь своими связями В секретариате ЦК Ему удалось добиться Создание комиссии По изучению работы Следственной бригады Генеральной прокуратуры Ставилась задача Обвинить следователей Из Москвы В нарушении закона Но первым делом Медунов решил расправиться С теми Кого он считал предателями В своем собственном доме Через неделю или две С меня потребовали Объяснения Кто потребовал Потребовали от имени Значит прокурора Края Дать эту справку Медунову Я отказался Давать эту справку Поскольку Найденов Мне сказал Что все Кто должен знать Об этом деле Все знают А кто будет просить Только я могу дать И поэтому Я отказался им дать Тогда Прокурора Костюка Обвинили в нарушении Социалистической законности И исключили из партии Я был опасен Потому что я знал Уголовное дело Я знал Куда оно приведет Я знал Основные Кто виновники Всех Те мы арестовываем А кто главный Из этих виновников А кто был главный А главный виновник Был Медунов Работа прокуратуры Была направлена Для того Чтобы свалить Медунова Как острого Незгибаемого Неколенно-преклонного Деятеля В нашей партии Видимо Медунов Хорошо понимал Откуда Грозит ему опасность И нанес Упреждающий удар Из партии Были исключены Прокурор города Костюк За начало Это уголов Эфенбах У нас кабинеты Были рядом И я зашел К нему в кабинет Когда он дрожащим голосом Разговаривал с Удаловым И Удалов ему сказал Что нас не только Из партии исключили Нам дали команду В течение трех дней Покинуть город Сочи И Ксения Краснодарского края Несколько позже Георгий Александрович Это звали из Краснодара И он настолько Уже сломленный Где-то внутренне Вот этими всеми Преследователями Георгий Александрович Приехал Сумел дойти до дома У него инсульт Это была Далеко не последняя Смерть Связанная С Сочинским делом Медунов Обратился В ЦК КПСС С жалобой На генеральную прокуратуру На заседании Секретариата ЦК Найденов Подвергся Разгромной критике Его обвинили В сборе Компрометирующих материалов На руководителей Партии И сняли с работы Медунов Медунов мог торжествовать Главный его противник Повержен Следствие в Сочи Практически приостановлено Перед Медуновым Открывались широкие перспективы Самое главное Он по-прежнему Пользовался доверием Генерального секретаря ЦК КПСС И готовился К приезду в Москву Чтобы занять место Политбюро Казалось Что все невзгоды Теперь позади И в жизни Медунова Все складывается Опять замечательно Он снова в свите Генерального Хоть и в дождь Без зонта Но на почетном месте Беда Пришла неожиданно 10 ноября 1982 года Скончался Леонид Брежнев Страна Узнала об этом Только на следующий день Но почти сразу Стало известно Имя его преемника Им стал Недавний руководитель КГБ Юрий Андропов После его Прихода к власти Резко обострилось Противостояние Со старой Брежневской командой Почти сразу После избрания Нового Генерального Секретаря На ближайшем пленуме ЦК Будут выведены Из его состава Министры Внутренних дел Щелоков И Медунов Им даже не позволят Высказаться В свою защиту И лишат Всех постов Через год Щелоков Застрелится В своей квартире На Кутузовском проспекте А его первый Заместитель Чурбанов Окажется На скамье Подсудимых Что же касается Медунова То следствие Приложит все усилия Чтобы обвинить Его в коррупции Всего В крае Будет арестовано И предстанет Перед судом Около Полутора Тысяч Человек В том числе И ближайшие Сотрудники Медунова Те кто еще Недавно Считались Непогрешимыми Стояли на трибунах Вручали партбилеты И грамоты Окажутся В следственном Изоляторе На этой фотографии Они отмечены Значками Говорили Что даже У самого Медунова Проводят обыски И изымают Ценности Чтобы в нашей Семье Как говорится Что-то Какое-то Изъятие Происходило Какие-то ценности Были Этого Не было Совершенно И я об этом Не читал Если Об этом Писали Ну я могу Поверить Что об этом Писали Но у нас Не было Таких Как говорится Обысков Приглашений На допрос Ничего подобного Обысков Действительно Не было А вот На допрос Медунова Вызывали Правда Пока в качестве Свидетеля Он давал Показания По сочинскому делу Вот его Подпись В те дни Над Медуновым Навесла Реальная Угроза Ареста Следователи Не раз Были близки К тому Чтобы обвинить Медунова Большие надежды Связывались С арестом Его заместителя Анатолия Тарады Второго Секретаря Краснодарского Крайкома партии Именно Его показания Могли стать Решающими Тарада Пошел на сотрудничество Со следствием Он назвал Адреса Тайников В которых Хранились Деньги И драгоценности Если бы не признание Тарады Их никогда бы не нашли Ценности Замуровывали В стены Квартир Бетонировали В гаражных ямах Это были Жестяные банки Коробки Свертки И везде было Золото Кольца Браслеты Часы И пакеты С огромными Суммами денег Тарада Надеялся Что сдавая Золото И друзей Ему удастся Купить свободу И он Исписывал Буквально Огромнейшие Папки Явок с повинной О получении взяток Он по сути дела Завалил весь Краснодарский край Когда я с ним встречался Я ему говорил Что вы знаете Вы изнуряете себя Явками с повинной Сутками писал Вы немножко делаете Хотя мы заинтересованы В этом Но я боюсь Что вы не выдержите Этого напряга А давление у него Постоянное Высочайшее давление И он пришел После этого допроса И через два часа В камере Останчался Что касается Стороны Я скажу Это проходимец Это вор Это бродяга Негодяй В полном смысле Это слово Но Тараду-то Не брал я Я тогда не был Шекотарем Крайкома Обратите внимание Это Медунов Говорит о втором Человеке В краевой Партийной организации Своем заместителе С которым Рука Об руку Проработал Не один год Тараду-то Тараду-то Должен был Стать главным Свидетелем Против Медунова Но не стал Оставался еще Николай Погодин Первый секретарь Геленджикского горкома КПСС О том Что он брал взятки Рассказал на допросе Белла Бородкина Начальник управления Общественного питания Геленджика Позднее Ее расстреляют По приговору суда Узнав О грозящей ему опасности Погодин Помчался в Краснодар К Медунову О чем они говорили Осталось тайной Но после разговора Он приехал обратно В Геленджик Погодин Пробыл полчаса В кабинете Потом вышел И исчез Его искали Но не нашли Появились слухи Что он бежал за границу Чуть ли не на подводной лодке О нем и сегодня Ничего не известно Скорее всего Он был убит Так следствие Лишилось Второго важного Свидетеля Теперь оставался Только один человек Который мог дать Нужные показания Александр Мерзлый Секретарь Сочинского горкома КПСС Как только началась Эта война Мерзлый попытался Договориться С сочинским прокурором Он попросил Значит Чтобы Петр Кузьмич Давай Перестанем Друг на друга Все это вот Писать и прочее Значит давай будем дружить Ну я ему сказал Что я дружить Согласен Дружба дружбой А служба службой Все что будет Уголовное преступление Какие Я буду вести Эти уголовные дела И я не прекращу Вот тогда Мне пригрозил Сразу что В таком случае Значит Вы Попомните Что Вам будет плохо Но плохо Стало Самому Мерзлому Его Арестовали А вскоре Арестовали И его жену Руководителя Общественного питания Сочи Валентина Алексеевна В чем вас тогда Обвиняли Ну в те годы Далекие 80-е Меня обвинили В получении взяток В корыстных целях Вы признали вину? Нет Я не признала Это обвинение Я Не нарушала закон В корыстных целях Валентина Мерзлая Была очень крупным Организатором И специалистом Который Организовывал И делал Общественное питание В Сочи Лучшим в нашей стране Другое дело Какими средствами И методами Каждый из нас Может или знать Или догадываться О том Какими средствами И методами Строилась экономика Конца 70-х Начала 80-х Годов В то время У руководителя Общественного питания Города Кроме официальных Были и неофициальные Обязанности Принять Одарить И ублажить Нужных людей Все эти приемы Подарки Выдавались Как проявления Кавказского гостеприимства И поэтому Должны были казаться Гостям естественными А хозяева Хозяева просто Выполняли Указания Своего руководства Я считаю Что прокуратура Союза Вот мое Такое личное мнение Просто-напросто Выполняла задание И Сделать Выполнить это задание Она имела Все силы Я считаю Что Я считаю Что задание Свыше На тот период Я поняла Так что Понимаю Сейчас Шла власть Партийная Говорят Бояре дерутся У холопов Чубы трещат Но если какая-то Система была Незовершенна Как кто-то считал Так надо было Менять систему А Не ломать нам Жизнь И не обвинять В том Чего ты не чувствуешь В себя Вины Это была Борьба За власть Потому что В этой борьбе Участвовали Самые Высокопоставленные Люди Члены Политбюро Комитета Партийного контроля При ЦК КПСС И конечно же Мерзлый И Валентина Мерзлый Они попали Под колеса Этой машины Только надо Не забывать Другого Что они Долгое время Ведь рулили Этой машиной Разумеется Следствие По Краснодарскому краю Не могло бы Вестись Без личного Согласия Юрия Андропова Но 9 февраля 84 года Андропова Не станет Правительственную комиссию По организации Похорон Андропова Возглавил Константин Черненко Тогда это означало Что высшая власть Переходит к нему Едва начавшись Время Андропова Оборвалось Возвышение Черненко Породило у Медунова Надежду На перемену В своей судьбе Черненко же был Из команды Брежнева А значит свой И действительно Медунов не ошибся В прокуратуре Решили пересмотреть Дело Мерзлого Генеральный прокурор СССР Александр Рекунков Поручил это Начальнику Следственной части Герману Каракозу Каракозов Перезвонил мне В Сочи И говорит Что у меня Есть Разговор Есть указание Рекункова Пересмотреть Дело Мерзлого И их из-под стражи Освободить Так стоял вопрос Но говорит Его нельзя Здесь мы не пойдем На нарушение закона Но я хочу От тебя Получить гарантии О том Что по делу Будут доказательства Позволяющие Вынести Обвинительный приговор Если нет Лучше идем На их освобождение Потому что Если будет Оправдательный приговор Значит Всем нам Хана Грубо говоря Процесс был явно Рассчитан На громкую победу Стало понятно В середине процесса Что Это предтеча Как я сказал Дело Медунова Ну а тогда Вы понимали это? В середине процесса Я конечно понял Что речь идет Не о мерзлом А речь идет О деле Медунова Речь идет О борьбе кланов И к середине процесса Я четко понял Да и встречи Которые мне готовили На меня вышли Члены полибюро И мне просто Начали готовить встречу С одним членом полибюро Для того Чтобы я мог Ну как бы Гарантировать мне жизнь Как было сказано Теми людьми Которые со мной встречались Если я закончу процесс И доведу его до конца Сразу после окончания процесса На адвоката Курицкого Было совершено покушение А на допросах Вас просили дать показания Конечно Конечно Ну прям Живой нитью Проходило через все следствие Как вроде бы Мы были доверенными людьми Сергея Федоровича Медунова И что собственно Ведь Ну Такие Ответственные должностные лица Как начальник АБХСС Давал такие показания Как вроде ему прям известно Что У нас дружба какая-то была Даже мне Брачные отношения И все это прозвучало Не только в наследстве И печати И кино И книга была выпущена В игровом фильме Снятом по мотивам Сочинского дела Для Валентины Мерзлой Которая стала прообразом Главной героини Черных красок не пожалели В исполнении актрисы Светланы Тома Она и подлая И развратная И продажная Словом Законченная преступница Жен надо выбирать Не только красивых Но еще и чуть-чуть умных И прозорливых Мерзлая проведет заключение Более 9 лет Ее муж 8 Мерзлая вышла из тюрьмы раньше Он поехал к ней в колонию И сказал что Валя Мы же ценности у них не изъяли Вот Они были показания Но Она их спрятала Но спрятала она А не он И он ей в колонии Сказал о том Что нужно их выкопать Потому что Для твоего освобождения Мне нужно понести Определенный расход И как расскажет Она назвала ему Места тайников Для этих ценностей Были скрыты Александр Мерзлый Не стал ждать Он поспешил извлечь ценности Из всех тайников На которые указала жена Однако Свои обещания о помощи В досрочном освобождении Валентины Он так и не выполнил Просто Не собирался Этого делать Ему Нужны были Только деньги Он их достал А когда она освободилась Она узнала Что он с ней развелся То есть она Практически села Из-за него В свое время И когда она пришла К нему и сказала Ну развод разводом Но хотя бы Деньги на жизнь Все что накопили Нужно Он ты знаешь Ты разве не читала Заметку в газете У меня это все украли И какая-то Назвореча сказала Саша Саша Но мы-то знаем Как это делается Вот То есть он оставил Ее Ни с чем Для Александра Мерзлого Деньги оказались Важнее семьи Больше с Валентиной Он не встречался Мерзлый И его супруга Кое в каких делах Повязали Жена его до этого Работала Директором ресторана А ее Когда муженек Стал секретарем Горкома По идеологии Возвели в ранг Начальника Управления Общественного питания Города Сочи Для чего Такое Срастание Как будто Секретарь Крайкома Ничего этого Не знал И потом Спустя годы Спокойно Глядя в телекамеру Он откажется От своих Самых преданных Сторонников Следователи Надеялись Что Александр Мерзлый Даст показания Против Медунова Но И на следствии И в суде Он молчал Может быть Именно поэтому Прокуратуре Не удалось Предъявить Медунову Никаких обвинений Так ничего Не доказали Вот кроме Я вам И эту охранную Грамоту И вручу И дам Где пишут Что Ничто не подтвердилось Это прокуратура Союза пишет Ничто не нашло Своего подтверждения Из Никакого Уголовного Преследования Уголовного Дела На вас Заводить Не будут Из-за Отсутствия События Преступления Он у меня документ Я вам дам его Этот документ Действительно Поставил точку В юридическом Преследовании Медунова Но журналисты Будут преследовать Его до конца Дней Через год После смерти Андропова Умер И Константин Черненко В марте 85-го года Страну Возглавил Михаил Горбачев Ну а Приход Власты Горбачева Мягко говоря Нас окрылил Потому что Стало понятным Что два соседа Два Конкурента Руководителя Крупнейших Партийных Организаций В этой Подковерной Борьбе Победил Второй Ставропольчанин И не просто Стал членом Политбюро Он стал генеральным Секретарем На этой фотографии Горбачев С Медуновым Вместе сажают Деревья На аллее Дружбы Два Руководителя Из враждующих Группировок Именно При Горбачеве Для Медунова Начались Самые худшие Времена Если бы Медунова Не было Его Пожалуй Необходимо Было бы Придумать Он стал Символом Коррупции Брежневской Эпохи Которой Пыталось Откреститься Новое Руководство Страны Сочинское Дело Уроки И выводы В городе Сочи Темные Ночи В прессе Замелькало Выражение Медуновщина Начиная С 86 Года Про моего Отца Писали Такие Небылицы Он был Миллионером Он имел Ценности Вагонами Он имел Множество Дач На побережье Крымском На побережье Кавказском И в Москве Что он был Взяточник Что он Был Государственным Преступником Которого Место в тюрьме А не в партии Ничего Этого Не было И Те люди Которые Его Уважали Уважают Сейчас Могут Это подтвердить И я Как сын Могу Сказать Что Эта Травля Была Со Со своим Умыслом Со Своей Задачей Но это Была Полнейшая Напрасленно Никаких Богатств О которых Писали Дач У него Не было И у нашей Семьи Никогда Не было Мы себе Этого Позволить Не могли Единственное Единственное Наследство Которое Осталось И богатство То это Память Об отце Ну И Та Трехкомнатная Квартира Вот в этом Доме В котором Сейчас Проживает Его Потомки Скорее Всего Медунов Не брал Взяток Ему Это было Не нужно Партийные Вожди Стоявшие Во главе Областей И краев Считали Их Собственными Водчинами Достаточно Было Позвонить По телефону Чтобы тут же Исполнилось Любое Желание Для таких Людей Как Сергей Медунов Деньги Никогда Не были Главным Главным Была Власть В память Об отце У сына Хранятся Многочисленные Фотографии Сегодня Он Оправдывает Отца Но Вряд ли Сын знает Какую Цену Приходилось Ему Платить Чтобы остаться Там Наверху Это только На фотографиях Все вожди Улыбаются Нам говорили Что если только Мы получим Доказательство Его вины Вот То мы получим Согласие На его арест И привлечение К уголовной Ответственности Только если Будут весомые Материалы Вот этих Материалов Мы не могли Найти Почему Потому что Если Тарада Оброс Кучей Взяточников То У Медунова Называли Несколько Человек Которые Его Поддерживали Материалы Анатолий Закат Власть Власть Материалов Материалов